Благоустройство набережной обходится Челябинску в круглую сумму. К примеру, этот участок за историческим музеем подрядчик отремонтировал в 2019 году за 55 миллионов рублей. Однако, девелопер и урбанист Денис не считает, что сейчас набережная после того, как ее закатали в гранит, который, кстати, стал самой затратной частью благоустройства, напоминает тот самый музей. Ходить и смотреть можно, а трогать нельзя. Я говорю о сценариях использования. И я вижу, что такая же проблема есть с набережной в Уфе и у многих других городов. Если поделить, в моем понимании, если поделить набережные на успешные и неуспешные, то я основное отличие вижу даже не в качестве отделки и в качестве швов или ограждений, а я вижу, что успешные набережные, они активно используются. Там большое разнообразие сценариев. Причем сценарии порой крайне неожиданные. Например? Например, всегда, когда мы едем на отдых, на природу, природа вообще штука уникальная. С одной стороны, это про гармонию, равновесие и восстановление жизненных сил, а с другой стороны, это место для стимуляции. Мы там купаемся, загораем, играем в различные игры, пьем алкоголь, празднуем дни рождения, делаем барбекю. То есть человек там совмещает и восстановление жизненных сил, и рефлекс, и при этом активное времяпрепровождение, такая активная стимуляция. Челябинская набережная, она не вполне подходит для рефлексии, поскольку пока окружающие пейзажи не самые лучшие. Но здесь нет ничего совершенно про разнообразие, от слова совсем. Хорошо, смотри, большие площади, можно собраться и поиграть в мяч. Хороший парапет, который, как ты говоришь, напоминает барную стойку. Можно сесть и выпить алкоголь. Да, правильно. Поэтому нужно добавлять сюда элементы и нужно делать ее более разнообразной, потому что эффект впечатления, эмоций достигается, прежде всего, неожиданным сценарием использования. Например, если бы здесь на набережной была устроена, ну вот скажем, вот здесь в саду камней, был бы прекрасный газон, допустим, для йоги на открытом воздухе. И вечером мы бы видели вот этот сценарий прямо здесь проходя. Красиво. Да. Если бы где-то вот здесь, прямо возле воды, была бы устроена пара волейбольных площадок для пляжного волейбола. Супер. Если бы прямо здесь, на набережной, наша филармония регулярно исполняла бы, хотя бы на какой-то короткий промежуток времени, да, какие-то свои композиции, неожиданный сценарий. Если бы наш краеведческий музей, часть своей экспозиции, ну не камни, а что-то, может быть, более ценное, но приспособленное для погодных условий, выставила бы на набережную, и набережная, возможно, и набережная бы реально стала частью аудор-экспозиции краеведческого музея, это было бы здорово. Если бы там будущий контейнерный бокс-парк выставил бы несколько контейнеров вот этой элементы карготектуры, неожиданные, хотя, в общем, хорошо коррелирующие с водой, также на набережную, да, с какими-то сценариями использования, это тоже было бы супер. То есть перечислять можно, на самом деле, до бесконечности. То есть сценарии должны быть те, которые мы реализуем, когда находимся на отдыхе на природе рядом с водоемом. Хорошо. Почему этого в Челябинске нет? Ну, я думаю, что, во-первых, потому что чиновники вообще в целом существа достаточно консервативные. И в том числе, мне кажется, они побаиваются этого внутренней, поскольку такое разнообразие сценариев, совмещение разного рода деятельностей. Ну, представьте себе, если бы здесь была площадка для барбекю. Ну, как-то диковато, да, хотя за рубежом это норма. Но должен быть, конечно, у горожан достаточно высокий уровень культуры, чтобы можно было, не мешая друг другу, аккуратно потреблять, в кавычках, набережную. То есть, мне кажется, здесь страхи от того, что появятся какие-то возможные конфликты, их надо разруливать. То есть, проще сделать, закатать все в гранит, проще сделать музей, где есть вахтерша, которая говорит смотреть, присыпать все это нафталином. Это удобно, это удобно, понимаете? В этом плане музей современного искусства, где вы потребляете контент, в том числе взаимодействуя с ним, вставая, пробуя, интегрируя с него, не знаю, ломая там, да, и все остальное прочее. Это совершенно другая история. На что похожа набережная сегодня? Сегодня набережная похожа на кусок автострады или на взлетно-посадочную полосу, потому что все так сильно обращают внимание на ее ровность. Мне вот до ровности, по большому счету, повторяюсь, дела нет. Я хочу прийти на городскую набережную и знать, что меня ждет огромное разнообразие сценариев, в зависимости от того, какая потребность у меня есть. Хочу позагорать? Могу позагорать. Хочу почитать книжку? Могу почитать книжку. Хочу покататься на роликах, пожалуйста, пожарить мясо с друзьями без проблем, а после этого пойти на йогу. А после этого закончить вечер игрой в волейбол. Вот я хочу, чтобы городская набережная, как крупнейшее общественное пространство, оно позволяло, всегда позволяло мне найти, чем позаниматься в этом городе. Ну смотри, ее уже построили, она уже есть. То есть мы добавить сможем только какие-то отдельные, отдельно взятые моменты, но переделать ее уже не получится. Нужно просто воспринять это как основу. Вот это отличная основа для барной стойки. Есть примыкающие газоны для спортивных и рекреационных каких-то сценариев. Куски набережной, повторяюсь, вполне могут стать элементом аутдор при примыкающих зданиях, тех сценариев, которые есть внутри. То есть это база. То есть, еще раз, вот то, что сейчас есть, это база. Теперь на основе этой базы нужно формировать вот это разнообразие. Давай подумаем, вот прямо по пунктам. Что нужно здесь сделать? Первое, поставить контейнеры. Ну, во-первых, во-первых, для начала, конечно, я не очень понимаю, где общепит на городской набережной. То есть, вот просто для того, чтобы купить здесь чашку кофе и посидеть, не знаю, там, потупить даже в ТикТоке или почитать книжку, за кофе нужно идти. Нет и туалетов. Ну, туалеты, это, безусловно, очень важно, но для начала общепит. Но если сегодня не предусмотрены какие-то стационарные места, то она достаточно широкая, да, для того, чтобы дать возможность современным фуд-тракам, они все выглядят хорошо, встать на набережной. Этого нет. Хорошо, фуд-траки. Засадить газон. Безусловно, привести газоны в порядок и на этих газонах организовать вот эти рекреационные сценарии. От йоги до зон для пикника. Я бы обязательно какие-то места набережной оборудовал бы под зоной барбекю. Это прям выглядит страшно на первый взгляд, но это очень здорово. Обязательно где-нибудь вплоть до, может быть, не знаю, перестройки каких-то фрагментов облицовки встроил бы, не делал бы прям вот вдоль, а прям встроил бы, впихнул бы в набережную какие-то элементы спортивной инфраструктуры. Я вообще не понимаю, ну в чем проблема вот сюда, кроме лавочек и качелек, поставить здесь воркаут. Потому что спорт на набережной – это вообще обычное дело. Количество бегунов, которых я сегодня вижу на набережной – нулевое. То есть нужно подумать, возможно, о какой-то инфраструктуре, которая их бы сюда привлекла, о ком-то маршруте. Может быть, даже завершить кольцо и проводить челябинский марафон на городской набережной. То есть спорта надо добавлять на набережную. Ну, есть надежда, что благодаря тому, что есть современные члены команды, главный архитектор города в частности, возможно, он нас услышит. Возможно, он нас услышит. Хотя, меня искренне удивляет то, что, повторюсь, обсуждается ровность, обсуждается проницаемость, парапета. Но это же все этикетка, это же все внешний облик. О функциональности речи не идет, к сожалению. А она самая главная здесь. Чем больше люди чем-то пользуются, тем больше внимания к этому властей. Люди не пользуются рекой сегодня, не купаются, не катаются, не спускаются. Ты сравниваешь с Екатеринбургом? Я сравниваю вообще с любым нормальным городом. И тогда очень, и тогда река в этом состоянии. Если вы поверьте, я уже говорил, если бы челябинцы, допустим, даже как некая форма протеста, как форма борьбы за более экологичное существование, решили бы, что каждую пятницу, субботу мы купаемся в Миасе, ну, как бы запретить нам вряд ли это возможно. Тут опасно купаться, посмотри на воду. Вот оно потому и опасно, потому что мы не пользуемся рекой. Как только люди начнут этим пользоваться, властям всех уровней придется обратить внимание на реку. И если все поколения челябинцев сегодняшнего дня начнут в ней купаться, поверьте мне, через какое-то время вопрос стоков, в том числе и состояния реки, он будет решен. Поэтому власти очень часто очень выгодно отучить людей пользоваться теми благами, которые есть в городе. Тогда за ними не нужно следить. Мы обсудили с тобой моменты, которые можно здесь добавить. Все можно. В какую сумму, примерно, это может обойтись городу. Потому что если мы уже начинаем об этом говорить, да, мы предложили, мы можем сказать, окей, администрация Челябинска, у нас есть план. То есть у нас все расписано по пунктам, давайте добавим вот это, вот это и вот это, и вынесем это на то же самое народное голосование. И стоит это вот столько. Сколько? Ой, ну вы знаете, я полагаю, что если сравнивать, я бы говорил не о сумме, я бы сравнивал объем инвестиций с теми затратами, которые уже сегодня бюджет понес на строительство набережной. Поверьте мне, это будут доли процентов, 5 процентов, возможно, от того, что уже зарыли в набережную. Сколько зарыли? Не знаю, сколько бы ни зарыли, наверняка это много. Но вот именно эти 5 процентов, инвестированные вот на эту базу, и сделают набережную востребованным общественным пространством. В каких городах тебе лично нравятся набережные? Там, где бы ты хотел гулять? Самара, Уфа, может быть Москва, что? Или Сочи? Я вам честно скажу, что у меня нет какой-то любимой набережной, я не эксперт по набережной. Но в своей работе мы очень часто смотрим какие-то референсные проекты и как раз видим сценарии. Где-то хорошо реализованные сценарии, скажем, сухих пляжей в Москве, вообще на Москве реке. То есть урбанизированный ландшафт, магистрали, супермаркеты, жилые дома. И на фрагменте набережной стоят лежаки, есть минимальное хотя бы озеленение. И там прям москвичи в купальных шортах лежат и загорают. Не купаясь. Не купаясь. Называется Сухой пляж. Ну это потрясающий сценарий, понимаете? Ну это очень круто. И сразу видна столичность. Нет вот этого уездного стеснения. Вот этих внутренних барьеров и внутренних границ. Ну как это я возьму плед, пойду на газон, на площади революции, на нашей имперской площади и устрою там пикник. Ну это как-то шок контент. Хотя почему бы и нет. Это, поверьте мне, это будут незначительные инвестиции, но они-то и есть самые важные инвестиции. Хорошо, Денис. Ты готов взяться за этот проект? Ну взяться за этот проект это уж очень образное выражение. То есть количество сценариев предложить взять и за вечер там, не знаю, сделать презентацию для администрации города с перечнем всевозможных сценариев, там не знаю, наилучших мест размещения и референсов, это совершенно не сложно. Например, к слову сказать, вот обсуждалась проблема о том, что набережная заходит под многоуровневую развязку рядом с конгресс-холлом. И что с ней делать с этим участком набережной? Та часть набережной, которая располагается у нас рядом с нашими зданиями культуры и музеем, наверное, она более должна быть, ну, классической, что ли, я бы так сказал. Где-то набережная должна быть более спортивной, где-то она должна быть более тусовочной. Скорее всего, это фрагмент набережной возле торгового центра, где есть огромная площадь, которая может стать площадью событий на набережной. Поэтому она и должна быть разнообразной, и проходя все эти фрагменты, ты получаешь море эмоций, разных эмоций. Генеральный план благоустройства еще одного участка набережной предполагает окончание строительства к 20 августа текущего года. В планах у подрядчика сделать ограждение вдоль реки прозрачным, в отличие от этого гранитного, поставить лавочки, сделать детские площадки, установить фонари и даже вписать в аншавт историческую стенку прошлого века, найденную при строительстве. Пока предложения Дениса, не девелопера и урбаниста, остаются только на бумаге. Однако, если челябинцы выскажутся за них, то набережная может стать визитной карточкой всего города. Субтитры создавал DimaTorzok